Практически аналогичный современным турбокомпрессорам турбина, то есть тем предпособлениям, которые сегодня применяются в моторах с турбонаддувом. Суть его в двух словах вот в чем. Отработавшие газы, попадающие в систему выхлопа, вращают колесо с лопатками, как крылья мельницы, то есть турбину. Эта турбина посажена на один вал с компрессором, который имеет противоположную функцию. Он как вентилятор нагнетает воздух. То есть условно турбонагнетатель разделен на две части, ротор и компрессор. Турбина получает вращение от выхлопных газов, а соединенный с ней компрессор нагнетает дополнительный воздух в цилиндры. Чем больше выхлопных газов попадает в турбину, тем быстрее вращается турбина и тем больше дополнительного воздуха попадает в цилиндры. Ну и само собой тем выше мощность. Вся эта конструкция называется турбокомпрессор или турбонагнетатель. Казалось бы, чудо инженерной мысли. И всего двигателестроения, правда? И даже тот факт, что это устройство было придумано, разработано и запатентовано еще в далеком 1905 году, и в общем-то практически все нововведения, в кавычках, технологические новинки и навороты, были изобретены еще в прошлом веке, особенно в 50-60-х годах, вроде как совсем не снижая от рекламного пафоса автопроизводителей. К сожалению, это давно стала практикой, такое вот мощное рекламное воздействие на мозг потребителя. И такие темпы продаж автомобилей в России за последние 5-7 лет, в отличие от Европы и Америки, яркое тому подтверждение. Совсем недавно в одном из видеороликов по поводу Inveratebs Прозвучала такая вот не совсем правильная, мягко говоря, мысль, что, мол, Inveratebs не помогает движкам, оборудованным турбонаддувом, так как там топливо сгорает и так почти полностью. И даже упоминаются маны и прочие крупнотоннажные автомашины там с большой грузоподъемностью. Друзья, ну что можно сказать по этому поводу? Опять же, если говорить максимально мягкое, это бредятина еще та. В чем суть проблемы, в чем скрыты негативные стороны всех турбированных двигателей? Первое. Эффективность работы турбин сильно зависит от оборотов двигателя. На малых оборотах количество выхлопных газов совсем небольшое, а их скорость и давление также малое. Поэтому турбина раскручивается также до совсем небольших оборотов и толку от компрессора с его подачей дополнительного воздуха почти ноль. Просто нет этого самого дополнительного воздуха. В результате этого непредвиденного эффекта, а точнее сказать дефекта, получается так, что примерно до 3000 оборотов в минуту движки просто не тянут. То есть нет тяговитости и нужной мощности на низах у моторов нет. И только потом, примерно там 4000-5000 оборотов в минуту, что называется, турбонадов выстреливает. Этот дефект называется турбо-ямой. Причем зависимость здесь самая прямая. Чем больше размеры и масса турбокомпрессора, тем дольше будет раскручиваться, не поспевая совершенно за резко нажатой педалью газа, подача воздуха. То есть ее все равно будет не хватать, и турбо-яма это проявляется по полной программе. По этой самой причине двигатели с очень высокой литровой мощностью, то есть от 3-4-5 литров и турбинами высокого давления, страдают этой турбо-ямой, негативной стороной, в первую очередь. У турбированных моторов низкого давления турбо-яма почти не наблюдается, но в высокой мощности от них добиться очень сложно, почти нереально. В общем, физику процессов не обманешь. Конечно же, моторостроители пытаются хотя бы как-то решить эту проблему, там путем дополнительных приспособлений, механизмов, встроенных дополнительных крыльчаток, лопастей, в общем, снижают эффект возникновения трубо-ямы, провала в мощности. Но как бы там ни было, кардинально решить эту проблему, и при этом в разы не увеличить стоимость такого мотора не удается. А тут важна как раз именно стоимость, доступность таких технологий для массового потребительского рынка, а не отдельные прототипы и образцы, которые выставляются на показ на автовыставках. Второе. Этот узел, турбина, компрессор и все его узлы, работает в зоне самых высоких температур, так как выхлопные газы достигают температуры 2500-3000 градусов Цельсия. Кроме того, так как турбокомпрессор нагнетает воздух в двигателе под давлением, а плюс еще давление, создаваемое клапанами в цилиндре, воздух в камерах сильно нагревается. Его температура может подниматься до температур, которые достаточно для возникновения детонации. И этого достаточно для того, чтобы движок стуканул, как говорят в народе. Это типичная проблема для турбонаддува. Именно по этой причине моторы с турбонадметателем рассчитаны только на высокооктановый бензин. И, кстати, они имеют более низкую степень сжатия. Ну, в общем, для примера, турбированный движок Lexus, не помню модель, как правильно называется, имеет степень сжатия 10,5 к 1, аналогичную степень сжатия той же Lada Priora, той же Lada Granta с движком не в 240 лошадиных сил, а движком в 90-97 лошадиных сил, который имеет такую же степень сжатия 10,5 к 1. Поэтому турбированные движки искусственно занижают в плане степени сжатия, то есть делают им степень сжатия более низкой, чем у нетурбированных движков. Именно по той самой причине, что вероятность возникновения детонации очень высока. Поэтому ресурс работы любых турбокомпрессоров значительно ниже ожидаемого ресурса, того, который хотелось бы иметь там моторостроителем. Опять же, физику процесса возгорания и отвода газов через систему сброса коллектора и систему выхлопа не обманешь. Очень часто эти газы еще продолжают гореть в момент выброса. Поэтому все узлы турбин в буквальном смысле слова раскаляются до красна. Это все уточняется для тех скептиков, которые заявляют, что все автопроизводители мира бьются за каждый грамм мощности, отдачи топлива, а вы тут со своими таблетками пытаетесь химией решить проблемы, от моторостроения. Понимаете? Так вот, друзья-автовладельцы, все дело в том, что это как раз и характеризует всю утопию попыток решения проблем сгорания и отдачи поршневых моторов чисто физическим, механическим путем. И это, в отличие от таких вот туго думающих, плохо осведомленных скептиков, прекрасно и давно понимают и сами производители моторов. Отсюда все стремления всех ведущих мировых автокомпаний создать принципиально новое решение, то есть новые типы двигателей, так как давно стало ясно, что реально улучшить процессы сгорания нефтяных углеводородных топлив можно только химическим путем, только путем прямого воздействия на физико-химические процессы, на окисление многочисленных составляющих бензина, дистоплива, керосина, авиационных там керосинов, с разными температурными пределами, с разными фракционными составами. Что касается турбированных движков, чем тут может помочь инвиротепс? Первое. Инвиро содержит целый комплекс элементов и веществ, которые при сгорании выделяют дополнительный кислород, то есть проблема недостатка кислорода из поступающего воздуха в случае с турбоямами решается именно изменением химии процесса. В реакции выделяется кислород, отдача топливной эффективности возрастает, потери мощности на низах, то есть на низких оборотах не происходит, ну или она не проявляется так ощутимо, как при обычных турбоямах. Второе. Инвиро, опять же, благодаря своему составу, снижает light-off температуру, то есть температуру горения высоко кипящих углеводородов. Есть такой термин, и в следующих видео мы будем разговаривать о нем очень подробно, light-off температура. Иначе говоря, верхние температурные пределы 650-700 градусов до 220-230 градусов Цельсия. Мало того, что это позволяет всем термонагруженным узлам двигателей работать в оптимальном температурном режиме, то есть поршням, стенкам цилиндров, клапанам, это еще значительно снижает температуру отводящихся газов, а следовательно снижает температуру в самих турбинах, турбокомпрессорах, при этом увеличивая в разы их рабочий ресурс, то есть снижая вероятность поломок и выхода их из строя. Третье. Абсолютно все турбированные движки крайне восприимчивы к детонационной стойкости топлива, так как повышенные рабочие температуры тянут за собой возможность возникновения детонации в моторах. По этой самой причине на всех турбированных двигателях специально искусственно занижать степень сжатия, но я уже об этом говорил. Поэтому, например, турбированные моторы чаще всего имеют степень сжатия 10,1-10,5 к одному, то есть аналогичную обычным атмосферным моторам большинства других серийных образцов. Так вот, инвира позволяет решить и эту проблему, так как воздействует на детонационную стойкость всех марок бензина самым положительным образом. Так что, друзья, говорить о том, что по каким-то там и чьим-то заумным соображениям для турбированных моторов инвира не полезен или бесполезен, это просто от абсолютного незнания этого продукта, а заодно и особенность работы турбированных движков. Инвира не только может помочь в движках с турбинами, турбокомпрессорами, нет, ребята, инвира просто необходим в этих случаях. Он действительно и реально необходим для машин с форсированными движками, с высокими рабочими температурами и высокими степенями сжатия. А это подавляющее большинство всех серийных автомобилей, производимых в последние 7 лет. И на моторах с турбинами, как следствие с высокими рабочими температурами этих узлов. И еще. В результате того, что инвира имеет в своем составе антиоксидант, прерывающий цепную реакцию пероксидов в начальной фазе, и комплекс металлов, увеличивающих скорость и силу реакции уже во вторую и заключительную третью фазы, происходит преобразование топлива и разложение топлива на более легкие фракции, которые имеют суммарную энергию, большую, чем исходное топливо. Инвира оказывает влияние на скорость сгорания топлива и протекание реакции таким образом, что в начале процесса он замедляет рост температуры, вводя эндотермическую реакцию. Эта реакция поглощает тепловую энергию от двигателя и сгораемого топлива. Нужно отметить, что это не приводит к увеличению конечной температуры сгорания и перегреву газораспределительной системы двигателя, так как начальная температура смеси ниже за счет потребления тепловой энергии каталитическим процессом. Нелинейное сгорание позволяет существенно снизить максимальное значение температуры, давления, тепловые и механические нагрузки и потери в двигателе, одновременно подняв его мощность и экономичность. Таким образом, процесс сгорания становится более оптимальным. Это приводит к снижению нагрева и динамическим нагрузкам на двигатель. Работа движка становится намного тише и мягче. Друзья, в следующем ролике будут подробно рассмотрены состав инверотепс и принципы действия элементов, металлов и их комбинации, которые входят в состав этого препарата. До встречи в следующих видео!